Прошлую линейку я представлял на английском языке почему-то, вот. Да, сегодня мы с вами уже послушали о том, насколько важно быть, чтобы ребенок вырастал в семье, в котором есть мудрость. Также Наталья сегодня рассказала о культуре в школе. И вы сейчас попали в место, где мы, собственно, послушаем о очень большом опыте, опыте 25-летним. Мне кажется, представлять, я могу даже не представлять людей, которые перед вами стоят, но все-таки это сооснователи, управленцы, идеологи школы Афины, Алексей Греков и Оксана Облашина. И муж и жена, да. К тому же. Две сатаны. Мне кажется, да, в сессии по вопросам должен быть к этому аспекту тоже как бы вопросец. Я удаляюсь. И да, цена ваша. Спасибо. Добрый день. Добрый день. У нас, конечно, немножко нахальное название, но мы специально его сделали, потому что мы предполагали, что, поскольку параллельно идут несколько очень интересных спикеров, нам надо было написать такое название, чтобы вы к нам пришли. Но мы ожидали, что будет человек 10. Приятно удивлены намного больше. Спасибо вам, что вы выбрали нашу встречу. Надеюсь, что вы не будете разочарованы. Итак, эпиграф. Мой любимый эпиграф нашего выступления. Найкращий способ, лучший способ предсказать будущее – это изобрести его. И вот в течение 25 лет мы изобретаем будущее. То, что было 25 лет назад, сейчас оно уже стало нашим настоящим. Сейчас вышел новый закон об образовании. Сейчас вышла такая концепция NUSH, в которой мы с удивлением вдруг неожиданно обнаружили многие те принципы, наши подходы, которые в середине, можно сказать, последнего десятилетия, прошлого тысячелетия, у нас уже они там звучали и были. И, наконец, наша замечательная система образовательная доросла до этого, чему мы были очень-очень рады. И, собственно, так, чтобы коротко сказать сейчас, да, сейчас школа Афины, она действительно является, наверное, одной из самых больших таких негосударственных школ. У нас уже 450 детей на очном обучении и еще примерно полторы тысячи, а может, даже сейчас уже больше на дистанционном обучении. Вернее, это частично дистанционное, частично как бы экстренатное обучение. Всего сотрудников наших, взрослых сотрудников, это у нас младшие сотрудники, у нас взрослые еще сотрудники, их примерно 150, из них только те, кто работает непосредственно детьми психологи, преподаватели, тьютеры, их порядка 100 человек. И, собственно говоря, всякие другие вещи, мы сейчас об этом расскажем. Но тут очень важный момент. Как, вырастая, увеличиваясь, не превратиться в традиционную иерархическую систему, соскорузлую, работающую по одним и тем же принципам? И вот мы с вами постараемся вот в ходе того, что мы будем сейчас рассказывать, поделиться тем, как вам вырасти, как вам стать большим, большему числу детей, принести пользу, радость, и при этом не превратиться в традиционную иерархическую, какую-то такого монстра неподвижного и незыблемого. Итак, с чего мы начинали? Мы начинаем. Здравствуйте, меня зовут Оксана Балакшина, я вам расскажу об истории школы Афины. Постараюсь не очень долго, потому что 25 лет, вы понимаете, есть о чем рассказать. Но для начала я хочу сказать, что мы с Алексеем не педагоги по образованию, мы закончили Киевский политехнический институт по специальности физико-металлов, и так сложилось, что мы всегда, ну, нас так обучали, да, в политехе, как и готовили, как исследователи, да, как младших научных сотрудников-исследователей. Мы с Алексеем даже до рождения нашей дочери занимались с детьми, и тогда это был Ленинградский, по-моему, район города Киева, нынче он святошинский. Мы в школах, мы гастролировали по школам и занимались с детьми театром. Такой был передвижной театр-студия. Ну, мы пошли по школам, собрали детский такой театр-студию, и вместе с детьми выступали, пели, сочиняли пьесы, и выступали, и вот гастролировали по другим школам. Вот. Когда родилась наша дочь, мы поняли, что мы ни в коем случае не хотим ее отдавать в обычную государственную школу, и что мы готовы для нее создать школу нашей мечты. Ну, собственно говоря, этим мы и занялись. С 92-го года мы работали с еще одним нашим учредителем Мариной Асачей в обычной государственной школе в экспериментальном классе. Когда нашей дочери стало 4,5 года в 94-м году, мы решили создать курсы по подготовке к школе и назвали их Академия дошкольных наук. Проработав три месяца, мы провели какое-то родительское собрание. Родители сказали, ребята, у вас так классно все получается, почему бы вам не сделать школу? Но поскольку мы не были педагогами по образованию, поскольку мы не проходили через все эти сложные пути, мы сказали, да, окей, почему бы и нет, да, мы ничего не боимся, дочь наша. Просто ничего не знали. Да, такой движок, да, и мы ничего не знали, и просто вот начали создавать школу. Нужно сказать, что с самого начала и до сих пор у нас никогда не было инвесторов, все то, чего мы достигли, мы достигли сами. Мы сами учились. С помощью родителей. Да, ну, я имею в виду, да, ну, как бы без посторонних финансовых каких-то вливаний. Мы сами учились хозяйствовать, мы сами учились считать деньги, мы сами учились планировать. Ну, в общем, как-то так. Сему тому, чему не учат в КПИ. Да, стали менеджерами, ну, и, в общем, продолжаем этим заниматься. Если в нашем первом, мы росли вместе с нашими детьми, мы совершенно намеренно не набирали сразу с первого по одиннадцатый класс, да, мы вот-вот взяли первую группку и выпустили их в 2005 году. Тогда у нас было пять выпускников, но сейчас вы видели, да, сколько детей у нас в школе. Ну, вот как-то так. И тут я порылся в наших архивах и нашел презентацию, которую мы сделали к десятилетию школы. Вот просто, да, сравните с тем... В 2004 году. Да, как раз помаранчивая революция, так сказать, на школе 10 лет. И мы подводим такой итог, да, подвели итог того, что мы сделали за эти 10 лет. И просто вот те, кто знает и знаком с концепцией НУШ, да, вот просто некие параллели, да, вот просто, понимаете, итак, приватная школа Афины, классичная традиция и сучастная освита. Это Академия дошкольных наук. Итак, очень часто задаваемый вопрос, почему Афины? А ответы бывают разные, потому что учредитель греков. Да, а кто-то говорит вообще просто грек. Он там где-то живет, и это за мной. Итак, классичная Афина, часы Платона и Перикла – это наивысшая піднесенная культура, прогресс науки и РМСЛ, розквит демократии. Стародавнюю Грецию можно за всема підставами назвать колыской европейской цивилизации. Классичный идеал людини, вольный, впевненный в собе, собечно освещенный, физично развинутое, прагматичный и поэтичный в одночас – это и я наш идеал. И стишок. Как же без этого? Афины – это повернение витоков. Свит, что мы открываем снова. Это час, когда вчители были еще учними. Это мудрость, что смотрится в будущее. Это радость творчества и спевпрати. Это те, кем мы были и будем. Будемо! Такое сразу как тос, очень хорошо. А теперь основные принципы. Еще раз говорю, 10 лет в школе, 2004 год. Афины – школа семейного типу, понятно. Навчання – задоволення. Грай навчаючись, навчайся граючись. Психологичный комфорт, креативный педхит, упознание свиту. Скажите, все то, что сейчас говорят, вот так надо. Мы отказались уже тогда. В принципе, от самого начала у нас не было вообще оценок как таковых. Там были разные, мы экспериментилили с очень разными форматами работы. И вот по сути, видите, вот это сейчас на экранчике – система оценивания. То есть, вот разные дети, вот они там проходят. Мы отказались от этой тоже, так сказать, в свою очередь. Но тогда это было очень круто и замечательно. То есть, ты видишь, где ты находишься, проходя по какому-то пути. Ты видишь, кого тебе надо догнать, или как тебе надо там оторваться. В рейтинговой игре дети наенны пассивным спостригачем активную, деючую, особую. Для старших тоже был тогда… Мы тоже отказались от этой системы. Но в то время было замечательно тоже. То есть, ты сравнивал себя со своими предыдущими. То есть, ты не соревновался с кем-то другим, а ты как бы сравнивал свои достижения с своими предыдущими достижениями. Либо ты… И это происходило каждую неделю. Эффективность работы тебя самого за эту неделю. Ну и каждый день тоже можно. Да, да, да. И каждый день в том числе. Еще раз говорю. Это все 15 лет назад. Грай навчающийся, навчайся грающий. У меня ученик самостейно здобуватый этого красного ты знаня, я не знаю зловищих проблем, над якой я працюю школа. Но мы можем сказать, что эту проблему мы уже практически решили, что нас не может радовать. Работа психологов-то тьютерев. Спрямована на реализацию интеллектуального и творчего потенциала ученик. В то время… А почему тьютер? Что такое за слово? Что оно вообще обозначает? Давайте назовите наставника. Я говорю, ну подождите, наставник – это на заводе тот, который там старый опытный мастер, который наставляет молодого подмастерия. Ну назовите тогда по-другому куратор. Я говорю, подождите, куратор – это вообще происходит из другого. Куратор из латыни – это человек, который в суде представляет права, защищает права неспроможного, я как-то скажу, либо человека с особливыми потребами. Вот куратор – это он, его функция. Это вообще не оттуда. Поскольку за словом тьютер не было никаких негативных коннотаций, мы сказали, вот у нас, наши люди, которые работают с детьми, это тьютеры. В то время у нас была своя специализация креативно-информационной технологии. Розвиток креативных здебностей учня начинается с первого класса. Головный акцент робится на раскрытии творчого потенциала дитины. В то время еще было представительство фирмы Apple в Украине. И у нас было вместе с ними, вот, креативные медиапроекты выконывались учнями старших классов, то кладачами в рамках спильной деятельности школы Афины та украинского представительства фирмы Apple. Тут стоят еще такие первые маки. Ну, они не первые, конечно, но такие, да. Средние. Моноблоки. Да, моноблоки. Вот. И тоже такая вишенка на торте, что называется. Школа Афины инициировала створение всеукраинской ассоциации сприяния розвитку школьной освиты, мыта якой сприяты підвищению рівня та якорськи школьной освиты в Украине для формования, розвитку национальной бизнес-интеллигенции. Во! Для нас, на самом деле, это был очень значимый вот такой вот термин, потому что, понимаете, очень часто у нас понимают люди, которые занимаются бизнесом, это те, которые купили подешевле, продали подороже, и потом там, так сказать, украли и убежали, да, так сказать. Вот очень часто так воспринимается. На самом деле, вот наши те родители, с которыми с нами работали, это те же выходцы, в принципе, ну, изначально, да, работали, те же выходцы из бывших каких-нибудь научно-исследовательских институтов или каких-то проектных бюро, я не знаю, там еще чего-нибудь, да, но которые сами начали пробовать что-то менять в этой жизни, которые падали, поднимались, падали, поднимались, и те, которые понимали, то есть для чего нужно учиться, что это не просто какая-то фишка там, да, а что это важно, это способ понимания и преизменения мира, может быть, да, так сказать, вот сначала должно поменяться что-то в голове. И мы для себя видели прежде всего, что пока школа будет традиционной, вот такой иерархической, то у нас и страна будет выстроена по тем же самым принципам, потому что все, вот все отношения в взрослом, как бы, да, в таком мире и в государстве прежде всего, это все закладывается в школе, поэтому для нас школа – это инструмент преобразования общества. Мы хотели в рамках хотя бы одной отдельно взятой школы создать такую структуру, которая позволила бы на выходе иметь людей не просто там думающих, да, о своем кармане, а думающих о том, как сделать жизнь в стране лучше, как сделать полезнее, так сказать, да, как думали прежде всего о обществе, о стране в целом. Для нас в это закладывалась национальная бизнес-интеллигенция. Но! 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 Или ты скажешь «и!» Хорошо. Прошло пять лет, и 2010 год, вы видите, да, мы на конференции Айдек в Израиле, это 2009-2010 учебный год, в школе 15 лет, а мы же все время переосмысливаем то, чем мы занимаемся. Мы попали вот на конференцию Айдек, и послушав выступления Иякова, и других участников, поездив по школам, да, мы поняли, что на самом деле то, чем мы занимаемся, то, как мы организовали процесс, это и есть демократическое образование. Вот, ну и поэтому... И мы поняли, что то, что мы занимаемся с самого начала, да, то есть мы просто не знали, как, знаете, как этот господин Журден, который не знал, что он разговаривает прозой, да, мы не знали, что то, что мы строим, это и есть такой известный в мире формат демократической школы. Мы просто осознали себя как именно, как школу демократическую. Мы не просто, да, так сказать, вот решили вдруг, так сказать, измениться, мы уже были готовы быть именно ей. Мы изначально, да, вот так вот выстраивали вот так процессы, наверное, все-таки, потому что и собственный ребенок был в школе, и мы и относились, и продолжаем относиться ко всем детям, независимо от того, сколько у нас их есть, как к собственным детям, да, и поэтому мы всегда очень тонко настроены на детей, и поэтому мы понимаем, в каких условиях детям продуктивнее жить, расти и формироваться. Итак, мы с 2010 года, мы являемся членом ИУДЭК, и также ЭКНОИС — это такая организация, которая как бы организация, объединяющая независимые школы в Европе. И, собственно говоря, мы стараемся в рамках нашей школы использовать, вернее, имплементировать в нее такие основополагающие принципы именно демократического образования, как соуправление взрослых и детей, работа в возрастных группах, ответственная свобода выбора — очень важный принцип, и отказ от бальной оценки, от оценивания традиционной цифрой, да, так сказать, какой-то безликой. Через что у нас эта имплементация происходит? Рада школ — это координационная рада, сейчас мы об этом чуть позже скажем. У нас такой двухплатный парламент, в который входят взрослые и дети. Система автономных ступеней, то есть для того, чтобы не превратиться в иерархическую школу такую вот, да, мы разбили ее, по сути, на пять школ, которые работают каждый по своим принципам, но объединены общей концепцией и общими принципами, нашими ценностями. Тьюторинг и тьюторские группы. Школа без стен, то есть больше, ну не больше, но, по крайней мере, значительная часть нашего обучения происходит не в стенах школы. Динамические группы вместо традиционных классов. Факультеты и курсы по выбору для старших. То есть уже фактически, я чуть позже об этом скажу, но фактически наша старшая школа строится уже по принципу, скажем, высшей школы, а не школы традиционной. Вот такой, знаете, как говорят иногда, что такое школа, да, это такая прослойка между детским садом и вузом, да, вот надо этих 11 лет как-то прожить. И поэтому что 11 класс, что 1 класс строится по одним и тем же принципам. Звонок, урок, все, да. Система учета учебных достижений. То есть вместо вот этой вот бальной оценки, ну мы сейчас об этом более подробно дальше скажем. Как работает наша система соуправления взрослых и детей? Вот это первый пункт школьных правил, такая своеобразная конституция школы государства Афины. Все взрослые дети, задействованные продуктивной деятельностью школы, являются сотрудниками школы. То есть все правила, они для сотрудников школы, то есть для взрослых и детей. И если какие-то изменения, причем это приняли, ну как бы дети предложили, значит, мы это приняли уже как бы сенатом своеобразным, да, координационным советом утвердили, и любые изменения тоже, так сказать, дети могут предлагать. Это первый пункт правил. Но уже устоявшиеся, у нас не говорится там учителя, а ученики. Говорится младшие сотрудники, старшие сотрудники. По возрасту, не по значимости. И там очень иногда смешно звучит, да, там старшие, младшие сотрудники, собирайтесь на развозку, да. Ну вот на самом деле это, или там уважаемые старшие сотрудники, младшие сотрудники и родители младших сотрудников. Но это даже сейчас, может быть, звучит смешно, но это настолько уже привычно, что даже никто не обращает на это внимание. Собственно, мы, то, что я сказал, да, система автономных ступеней. По сути, пять школ, в которые не просто, скажем, дети, вот, да, это вот первый ступень, первый, второй класс, вторая ступень, второй, тире, четвертый. То есть потому что есть такие дети, которые ближе к первому, и есть такие, которые ближе к третьему. Наверное, вы знаете, если работаете с такими детьми. Третья ступень, пятая, шестая. Четвертая, седьмая, девятая. Пятая ступень, десятая, одиннадцатая. Каждая ступень работает по своим определенным принципам, которые вытекают непосредственно из того, что это за дети, что для них сейчас ближе. На каждой ступени есть свой руководитель ступени, такой своеобразный мини-директор. Есть два его помощника, такие как бы тютерское направление, как бы методическое закрывает, как бы такие своеобразные заучи. И мы не вмешиваемся, например, в работу этих ступеней. То есть они сами лучше нас знают, что нужно сейчас детям. А если мы учтем, что каждые два года по сути поколения детей меняются, то по сути каждые два года надо перестраивать работу ступени. Поэтому они такие маленькие, двухлетние, для того, чтобы мы могли быстро перестраивать работу. Вот этими красными стрелочками показано, что вот здесь у нас происходят моменты, мы называем это фестивали, но на самом деле это такая презентация твоего портфолио, который ты вместе с тьютером, если он тебе помогал это делать, у каждого есть свой тьютер, то у тьютера может быть много подопечных, но у каждого ребенка есть его тьютер. И вот они презентуют, и как бы говорят, возьмите меня на следующую ступень. То есть они не автоматически переходят из класса в класс, они делают что-то для того, чтобы их туда взяли, приняли. То есть они презентуют. Таким образом происходит такое активное включение детей в учебный процесс. Они сами хотят это делать. Ну понятно, что есть такие, которым достаточно тяжело из-за каких-то определенных их особенностей. Тогда они выносят у нас в такую, как бы мы называем это, систему коррекции и адаптации. То есть они идут по другим немножко принципам. И очень важно, что мы их по-другому просто ведем. Но они есть, и очень полезно, когда вместе в одном коллективе смешиваются дети очень разные. Это очень полезно как для одних, так и для других. Понимать, что от того, что какой-то ребенок имеет определенные особенности, это не делает его хуже или ущербнее, или чего-то. Наоборот, это очень круто. Кроме того, на каждой ступени очень часто дети работают в разновозрастных группах. Да, о чем чуть позже. Собственно, тьютерские группы, мы сейчас это немножко пропустим. Если будет интересно, мы тогда с вами к этому вернемся, если будут вопросы. Таким образом, наша школа семейного типа постепенно трансформировалась в школу тьютерского сопровождения. Итак, где реализуется у нас работа в разновозрастных группах? Работа в разновозрастных группах, это моя часть, Алексей Анатольевич. Да, извините. Мы говорим сейчас о четвертой ступени. У нас двумя фишками четвертой ступени являются триместровые экзамены и мета-предметные за уровня погружения. Это мы выезжаем с детьми, как правило, на неделю, куда-нибудь не на территории Киева. Это могут быть Карпаты, когда-то это был Крым, это может быть Одесская область, это может быть хорошая база под Киевом. И работаем с ними в нон-стоп-режиме с 8 утра иногда до 11 часов вечера, все 5 дней. Работаем на пляже, работаем за столами, работаем, ну вот вы видели, там на полу, да, вот работаем до ночи, как я и говорила, да. И дети работают в командах, и команды могут быть объединены во время весеннего погружения, это 6-е, 7-е, 8-е классы, и капитанами или джедаями являются 10-ти классники, а 9-е, 10-е, 11-е классы выезжают на погружение осенью. Кроме того… Где еще? На третьей ступени у нас формообразующим является курс Science. Курс Science — это интегрированный курс, который объединяет начало естественных наук и плюс английский язык. И там они работают в режиме, то есть пятиклассники смеются с шестиклассниками, и там двухлетний такой цикл, и получается, что шестиклассники, которые уже нечто подобное проходили, начинают подтягивать пятиклассников под свои погружения. Ну, то есть вот здесь и групповая, и командная работа реализуется. Естественно, на этом курсе мы активно используем гаджеты, ну, потому что зачем же от них отказываться, зачем их запрещать, если их можно использовать в мирных целях. Ну, и мы переходим к пятой ступени — Афинская академия. Это 10-й, 11-й класс. Афинская академия — четыре факультета, вы видите их. Естественно, научные, медиа, технологии, социальной активности, бизнеса и менеджмента. С детьми работают профессионалы в разных областях. Да, дети работают часто не у нас в школе, а выезжают, к примеру, в политех или в институт гидробиологии, или ставят спектакли под руководством профессионального… Скорее, супервайзерством, не руководством, то есть не режиссер с ними ставит, а режиссер только выполняет функции, например, супервайзера. Да, дети сами пишут сценарии, сами делают костюмы, сами режиссируют свой спектакль, сами играют, но это полностью их продукт. Это социальный факультет, они представляют собственные проекты, это тоже, да, у них как раз был курс по нейробиологии, они учатся, в частности, ну, как бы узнают, как работает наш мозг, да, и узнают, как можно противостоять и манипуляциям в том числе. Это бизнес-факультет, когда они делают некие свои стартапы и пытаются заработать деньги. И у них это получается. Вот, это был один из стартапов, это афинские носки. Вот, и еще в Афинской академии есть такая фишка, которая называется «Курсы по выбору». К детям каждый триместр приходят специалисты в разных областях и говорят, о чем они готовы с детьми поговорить, на какую тему, чем готовы поделиться. Дети слушают внимательно и записываются к определенным специалистам. И вот таким образом у нас проходят курсы по выбору. Которые тоже происходят обычно даже не на территории школы. Да, не на территории школы. Теперь Алексей. Да, и заканчивая это самое, как нам тогда с этим всем взлететь? Потому что, да, очень часто проблема небольших школ, почему они не могут вырасти, это проблемы, связанные с управлением, с фиксацией того, что есть. Мы разработали свою собственную систему, систему учета учебных достижений, которая настроена на отдельного ребенка. То есть у нас нету вот такой как бы момента связанного, что вот есть класс, да, и отдаётся одно задание, одна там тема и так далее. То есть в принципе получается так, что единицей такое вот измерение является сам отдельно взятый, да, ученик, который имеет, может быть, иметь полностью отличную, так сказать, программу от другого ученика. Может где-то совпадать. Но система это позволяет сделать. И важный момент, мы фиксируем не процесс достижения результата, а тот результат, который достигнут. Это важно, потому что иногда, знаете, как в школе выставляют оценки в течение там, не знаю, там четверти или там полугодия и говорят, ну ты же там плохо, ты же тогда не знал, мало ли что ты сейчас знаешь, так сказать, а вот тогда ты не знал, да. Так вот мы фиксируем именно вот этот момент, что он уже на момент какой-то там дедлайна, он уже дошёл до этого. Как он дошёл? Это его личное дело. Быстро, медленно, с большим числом заданий, с меньшим числом заданий. Но он это сделал. И для этого мы изменили систему оценивания. Вот, в сути, это не система оценивания, система образовательных уровней, которые сами дети решают вместе со своими родителями, что они будут достигать. Итак, буквами означаются D, просто знание, да, вот то, что надо выучить, просто потому, что это нужно выучить, так сказать, и ты ниоткуда это не можешь, так сказать, просто догадаться. C, компонент C, да, навыки, умение работать с этими знаниями. То есть, условно говоря, я выучил английские слова, я могу строить, вот там какие-то, скажем, простые, там, вопросительные предложения, там, или какие-то другие, да, вот, вот это можно померить тестом. Это действительно можно померить тестом. И вот если вы вместе это возьмете, то это наш образовательный уровень C. Для многих школ это максимум, что вообще они могут дать. Здесь для нас это только самый начальный уровень. То есть, ты выучил это, и ты можешь этим как-то оперировать. А вот если ты хочешь выше, то у тебя должно быть еще умение. А умение, это когда ты способен, манипулируя вот этими первоначальными знаниями, решить задачу, которая тебе была неизвестна, новая для тебя задача. Опять же, если мы возьмем английский язык, вот погода за окном, пожалуйста, опиши ее. Или вот опиши, как я сейчас одет. Ты же не можешь заранее выучить, как я буду одет или какая будет погода. Соответственно, тебе надо, используя что есть, комбинируя такие сложные алгоритмы. И самый верхний уровень создания продукта. Продукты – это не просто результат какой-то. Это то, чем могут воспользоваться другие. Вот популярным у меня, я преподаю информационные технологии, популярным у меня есть, ты готовишь, чтобы получить A, ты готовишь двух своих товарищей на уровень B. Ты их готовишь, ты выполняешь функцию преподавателя. Вот это твое обучение этих двух, это и есть твой продукт, которым другие люди воспользовались. И, собственно, из этого возникают наши образовательные уровни C, B, A, которые включают в себя, так сказать, увеличение определенным. И вот очень важно, в начале каждого триместра, мы по триместрам работаем, в начале каждого триместра родители, дети и тьютер вместе собираются и определяют, по каким темам, темам, какие уровни, ну, скажем, важны, что будут достигать. Такой своеобразный проект табеля. То есть это не просто так, там, получишь когда-нибудь, там, зимой, или там, а ты заранее уже намечаешь, что я буду достигать. И я, как преподаватель, знаю, ага, этот идет вот сюда, значит, ему нужно эти задания готовить. А этот, ну, скажем, ему достаточно C, он, ну, не нужны ему, скажем, мои там знания. Алексей не оговорился, сказал именно по каким темам, а не по каким предметам, потому что у нас, вот уже два года, очень так плотненько мы работаем по интегрированным курсам, да, интегрированные курсы, которые объединяют себя несколько, там, два, три предмета, но это типа отдельного разговора. где отдельного предмета, как такового нету, да. Соответственно, можно постоянно отслеживать и видеть, да, что ты уже, какие ты закрыл, на какие уровни, то есть ты видишь, причем это в своем личном кабинете, никто другой этого не видит, кроме тебя и, может быть, твоих родителей, если у них есть доступ к этому. То есть ты сам можешь контролировать, что тебе там нужно, что тебе важно. Щелкнув по любой теме, ты можешь прочитать, какие критерии для сдачи, там, на соответствующий уровень, что тебе надо на C, а что если B, тогда вот что тебе надо сдать, на A, что ты должен сделать. То есть ты все время можешь, так сказать, сам контролировать, вот, действительно ли ты способен это сделать, действительно ли ты, то есть начиная любую тему, это уже все есть. Как тебя, так сказать, вот что тебе нужно знать, что ты должен, так сказать, чему научиться, и, соответственно, ты можешь принимать взвешенные решения. Таким образом, учеба не превращается в такое, знаете, да, мы заканчиваем, у нас две минутки осталось, это уже, в принципе, и все. С первого. С первого. Есть тьютер и родители. И родители есть. Тьютер и родители. Ну и заканчивая, тоже вторая наша очень любимая тема, не тема, извините, фраза, существующие системы приводят к существующим результатам. Если хочешь добиться чего-то другого, в корне измените систему. И вот мы 25 лет меняем эту систему, мы знаем, что за нами следят внимательно, к счастью, следят позитивно, вот, потому что какие-то наши наработки уже вошли вот в те самые документы, о которых мы говорили. И мы очень надеемся, что вы тоже будете делать, менять эту систему, создавать что-то новое. Но мы очень готовы вам, любому из вас помогать, поддерживать, для того, чтобы каждая школа стала школой, которую любят. Спасибо. Спасибо вам. Если у нас вот так вот случайно есть группа поддержки, София, она училась у нас в школе 2 года, да, теперь она уже учится в Канаде, да, но, по крайней мере, если вы хотите узнать более подробно, не от нас, а от выпускницы, можно сказать, нашей школы, вы можете с ней поговорить. В общем, лучшая у себя, вот в Канадской, одну из крутейших, так сказать, частных школ, она лучшая. У нас сколько есть времени? Сколько у нас? Сейчас 50. Значит, смотрите, давайте, может быть, хотя бы 5 вопросов, да? 5 вопросов. Мы готовим тьютера, мы создали международную... International Academy of Tutoring. Вместе с поляками, да. Польская коллегия вратисловенце, они уже занимаются 10 лет этим, и мы делаем. Пишите, пишите нам, значит, просто, да, зайдите, да, International Academy of Tutoring, там на Фейсбуке тоже есть ссылки. Достаточно активно на Фейсбуке идет там реклама, и школы, объявляется, когда будет очередная школа. В министерстве образования, я бы не посоветовал бы им туда идти, вообще-то это рудимент. А, преобразовывать. Ну, смотрите, у нас, да, у нас нашим выпускникам сколько лет получается? 10? Ну, больше, 15, да? Ну, им уже по 30. Ну, понятно. 30-31, да? Ну, наша дочка, она закончила нашу школу в 15 с половиной лет, еще не имела паспорт, поступила, ну, мы ее погнали по всем этим самым вузам, чтобы проверить качество нашего образования, нашего, как школьного. На самом деле, смотрите, я понимаю, о чем вопрос. Да, часть из них получает образование за рубежом. Да, вы понимаете, да? Почему? Ну, они возвращаются. Потому что вузы в нашей стране работают, ну, как-то по-другому. А когда, куда идут, возвратившись, ну, вот здесь работают в Украине. Ну, очень разные. Очень разные, да. Кто-то из них начинает собственные бизнесы, даже, ну, как бы, еще в школе или на первых-вторых курсах в университете, да. Ну, вот они работают здесь. Вот. Кто-то работает в крупных компаниях. Google, значит, потом этот, Ubisoft, например, да. То есть, компании, которые, ну, крупные, которые достаточно софтверные. На самом деле, направления абсолютно разные, да. Вот сейчас мы узнали, что такого у нас еще не было. Выпускник этого года у нас поступил в Одесскую мореходку, потому что у него, оказывается, всегда была мечта быть капитаном дальнего плавания. Поступил на бюджет, да. Кто-то поступает, хочет видеть себя в шоу-бизнесе. Ну, вот очень разный. Ну, понятно, медики, да, там биологи, компьютерщики, журналисты. Ученые, да, много ученых. Ну, смотрите, все, кто хочет, поступают. Смотрите, именно все, кто хочет, потому что сейчас ведь все-таки тренд такой. Послушайте, пожалуйста, да, смотрите, у нас неправильное, у нас какое-то перекошенное мышление. Почему-то мы считаем, что обязательно после 11 класса нужно поступать в ВУЗ. Но молодой человек далеко не всегда готов понять, чем он хочет заниматься. И поэтому многие дети у нас сейчас, ну, не все, но некоторые, да, берут gap year для того, чтобы понять, попробовать себя одним делом позаниматься, другим, и потом понять, нужно им это высшее образование или нет. Или они могут получить высшее образование другим образом, да. Вы знаете, сколько сейчас дистанционных курсов, вы знаете, какие университеты открывают свои дистанционные курсы, и зачем просиживать, извините. Мы считаем, что это наша огромное достижение, то, что они не ступо идут, да, вот куда их пихают там родители и заставляют, а что они говорят родителям спокойно, теперь я буду решать, чем я хочу заниматься. И вот. Что? Понятие успеха довольно интересное, да. Успех – это когда ты способен достичь целей, которые ты ставишь. Вот это есть успех. Не то, что другие тебе сказали, а когда ты, они достигают своих целей. И в этом смысле они успешны. Я не знаю, вот девушка поставила себе цель, да, так сказать, пробиться куда-то туда в образование. То есть, она успешна. Понимаете, то есть, это может быть для меня, но я бы не стал бы туда, да, я не стал бы это делать. Для меня это, успехом стало то, что мы создали вот эту школу вот такую, как мы хотели, да. То есть, я не вижу, почему успех для всех должен измеряться одной и той же линейкой. У каждого своя линейка. ну, так это, наверное, все-таки не столько успех, сколько, наверное, понятие гармонии и счастья, ну, вот по большому счету. я не знаю, ты счастлива? Очень. Да. Конечно. У нас 7 лицензий уже было. А, а мы сделали хитро. Мы, естественно, понимаете, как мы, да, да, мы сделали такие шлюзы, вот понимаете, что такое вот такая школа, да, вот я говорю, вот система образования наша. Это булочка, в которой есть изюм. Отдельные такие школы, как ваши, как наша. Вот, этот изюм вроде как принадлежит булочке, но вкус ее другой, этого изюма. Но у изюма есть такая корочка, которая он соединяется с булочкой. Вот мы создали такой шлюз, то есть мы можем всегда нашу систему перевести в оценку государственную. Мы это можем сделать. Она нам не нужна, потому что она ни о чем не говорит. Но мы можем это сделать. И мы это делаем, когда это нужно. Для свидетельств, для аттестатов. Для аттестатов и так далее. Да. Да. У меня вопрос, собственно, в контексте, я проявляю, где вот эта граница, где другие, где другие, где другие, где другие, она вот тут. Вот тут. Вот тут. Можно я сейчас, просто чтобы сэкономить, я понял вопрос. Значит, смотрите. Во-первых, свобода — это не вседозволенность. Свобода — это осознанное понимание своих прав, обязанностей и всего остального. именно ответственная свобода выбора. Почему? Ты не можешь нести ответственность за то, что ты не выбирал. Но если ты выбираешь, ты понимаешь, что ты, выбрав это, не выбрал то. Если ты выбрал, не знаю, поступить туда, ты не можешь уже дальше учиться у нас здесь, в этой школе. То есть ты всегда от чего-то отказываешься. Но это твой выбор и твое решение. И это очень важный момент, потому что свобода — это не вседозволенность. Свобода — моя свобода заканчивается там, где начинается свобода твоего носа. И вот в этом смысле вот это понимание границы, где заканчивается моя граница, начинается твоя граница, и пустишь ты меня в свою границу, не пустишь. Вот этот момент очень важный. И как ни странно, он реализуется несколькими путями. Первое. у нас очень тесно. И дети оббивают все острые углы об себя, друг об друга, и у них нету так возможности просто куда-то скрыться, и все. Они вынуждены начинать кооперироваться, дружить, общаться. Второе. Ступать место друг к другу. Да. Второе очень важное, наверное, может быть, самое важное. Это та образовательная среда, которую мы создаем. Мы не создаем систему, мы создаем образовательную среду, в которой они могут взаимодействовать. Да, поле возможностей, в которых они могут взаимодействовать. И здесь очень важно вот те правила, которые заданы в этой среде. И мирные способы решения конфликтов. Как это решать. То есть есть суть чести, куда они могут обратиться. Причем, если тебя обидел взрослый, ты можешь нападать на него в суть чести. И взрослого будет обсуждать, и мы будем как-то принимать решение. Такой своеобразный принцип прецедентного права. Но и важно, что сама по себе нравственность, она не может быть воспитана уроками нравственности. Нравственность создается тогда, когда есть два важных ДНК нравственности. Честность и милосердие. Две вещи. Если оно будет в вашей образовательной среде, честность и милосердие, вот эти две вещи, то есть понимание того, что да, я совершил сейчас ошибку, молодец, ты совершил ошибку. Как ты будешь дальше с этим жить или справлять, или что ты будешь с этим делать? Осознание того, как преодолеть ошибку, это очень важный момент. Как ты выходишь из ошибки, ты признаешь, что ты есть. Уже это первое. А милосердие позволяет тебе понимать, что не только тебе дают, но и ты даешь. И получать кайф от того, что ты даешь. И у нас была замечательная ситуация, когда шестиклассница пришла к нам и говорит, я хочу, я там была где-то в доме малютки, я хочу сделать, организовать помощь этому дому. Она сама одна организовала вокруг себя детей, они там где-то собирали какие-то игрушки, взрослых и так далее. То есть вот этот момент, когда им становится по кайфу отдавать, а не брать. Вот это очень круто, понимаете? И вот это тогда порождает вот этот вот момент внутренней свободы. Не распущенности, а внутренней свободы. Извините, последний вопрос. Давайте сейчас. Пожалуйста, мы всех приглашаем, пожалуйста. всегда конкретно. Просто пишите. У вас был вопрос, вы долго держали руку. Да, извините, последний вопрос. А я пока напишу адрес наш электронный. Есть где-то писала? О, я нашел, нашел, нашел. Вот, да. У меня вопрос. Вы начали с презентации с того, что вы слепую учились сами вести хозяйственную деятельность. Ну, как бы это понятно, да? Наверное, каждый там со мной сферу как-то что-то делает. Где вы черпали знания для вашей учебной программы, учебного подхода? Или вы все-таки считаете, что вы изобрели что-то уникальное? На самом деле, ну, смотрите, я, когда вот 91-92, да, я была в аспирантуре. Когда ребенку было 2 года. А я была в аспирантуре, там у меня была работа по неорганической химии, высокотемпературные, там, сверхпроводящие пленки, ну, неважно, да. Я в ЦНБ, я сидела и мне делали ксирекс, да, статей на английском. А в это время я читала работы Выгодского, Альконина Давыдова. Ну, в принципе, ничего нового. Играя, учись, это ведь оттуда. Да, да, конечно, да. Ну, мы понимали, Мы очень много учимся. Мы все... Ну, один из принципов нашей школы, это школа, которую любят, это школа, которая учится. Вот мы тоже учимся всегда. Вот, поэтому, да. Спасибо большое. Приходите, пишите, ждем вас. Спасибо вам за то, что вы нас пришли и выслушали. Спасибо большое. Я очень хочу сфотографироваться. А можно я тогда сниму эту штучку? Спасибо. 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 .